Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики Имагуру. И мы рады сообщить, что Имагуру возобновил эфиры для сообщества, чтобы поддерживать онлайн-связь с нашими подписчиками. А тем более, что на этой неделе у нас отличное событие. Проходит Хакатон Беларусь Digital Future. И мы решили воспользоваться этим событием и вернуться в эфир к вам. Надеюсь, вы также рады, как и мы. Хакатон Беларусь Digital Future на сегодня это уже целое движение. Во время Всемирной недели предпринимательства в ноябре прошлого года мы провели первое мероприятие. Конференцию Беларусь Digital Vision. Тогда это была, скажем так, теоретическая часть Хакатона и этого движения, когда мы изучали международный опыт Украины, Испании, Эстонии, США и других стран. Кстати, если вам интересны материалы этой конференции, заходите к нам на YouTube, Имагуру, и вы найдете все записи этой конференции. Она проходила онлайн. Но сейчас пришло время для практической части, когда команды создадут новые цифровые продукты для новой Беларуси. Хакатон Беларусь Digital Future проходит с 5 по 12 февраля. Каждый день мы будем выходить в эфир, чтобы делиться с вами новостями, прогрессом наших команд и просто хорошим настроением. Партнеры Хакатона Беларусь Digital Future, Координационный совет Беларуси, Стартап Хаб Имагуру, платформа Голос, инициатива штаба Виктора Бабарико Digital Democracy по Беларусь и онлайн-площадка Перамен. На Хакатоне прямо сейчас создаются продукты для новой Беларуси по следующим тематикам. Бизнес, медицина, образование, цифровая идентификация, цифровое голосование, цифровое общество, цифровое государство и туризм. Вчера прошла церемония открытия Хакатона и к нам присоединилось 27 команд, то есть 27 команд продолжают участие в Хакатоне. На самом деле мы получили 71 заявку. Из них 44 идеи мы провалютировали, образовалось 33 команды, и вот 27 сейчас продолжают борьбу. Финал уже близко. 12 февраля в 19.00 мы выйдем онлайн в прямой эфир для того, чтобы посмотреть, какие продукты создали наша команда. Сегодня в эфире мы познакомимся с некоторыми из них. Еще соберу немного вашего времени и расскажу, как проходит Хакатон, по какому формату. Мы каждый день встречаемся в эфире на чекпоинте, когда менторы Хакатона и участники рассказывают о своем прогрессе. Но встаем мы очень рано, потому что в 10 утра у нас уже есть встречи с модераторами. Сегодня наши ребята встретились также один на один с менторами Хакатона. Это Виктор Хминок, фаундер и директор Rosem Robotics. Алекс Шкор, IT-предприниматель, член основного состава Координационного совета. Егор Малькевич, активист Минского фронтенд-сообщества. Ольга Ковалькова, член президиума Координационного совета. Максим Багрицов, IT-предприниматель и член основного состава Координационного совета. И многие другие менторы. И хотим сейчас представить слово самим командам, чтобы они рассказали, каких планы, что сейчас их держат и вдохновляют, и победят ли они на финале Хакатона 12 февраля в 19.00. Мы сегодня пригласили команды из разных отраслей, из разных тематик. Начнем, наверное, с бизнеса. Команда Е-отставка. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете для аудитории, для сообщества и какие ваши планы? Присмотритесь, как мы немножко обыграли графику, которая выдана была нашим Хакатоном нам. И сделали из этих домов графичных такие жилые. Для того, чтобы показать, что в каждый момент нашей жизни мы влияем на реальность так или иначе. И в этих окнах жуют люди, означает то, что каждый человек своим каким-то действием помогает, либо не помогает режиму. Поясню. Кто-то даже может пользоваться этим нашим каким-то беспечным действием в свою пользу. Всем известный сервис монополистический провластный. Мы его так вчера называли, но потом, правда, получили много очень обратной связи о том, что вы уверены, что он провластный, а вы уверены, что он власть поддерживает. Ну, есть по этому поводу пару мыслей. Могу потом в конце пояснить, если будут вопросы. Так вот, этот вот сервис, который доставляет продукты всем нам, с января по июнь прошлого года получил выручку в 250 миллионов рублей. Представляете себе? Это вот столько мы отдали денег на поддержку режима. Прямо или косвенно. И нам больно было слышать это, поэтому мы решили в команде Е отставка создать сервис доставки продуктов, который будет снижать финансовую поддержку режима. Все потому, что нам хочется пользоваться благами современного общества, цифровыми сервисами, которые помогают улучшать нашу жизнь и упрощать ее. Но мы не можем заказывать доставку у этого монополиста из-за того, что есть у него какая-то связь с нынешней властью. А он чувствует себя вполне прекрасно. Посмотрите, сколько заказов было сделано за 2019 год и сколько заказов за первое полугодие 2020. То есть почти в два раза растет объем заказов у этой компании. Это также свидетельствует о том, что у рынка есть большая емкость и большой спрос на доставку продуктов. Поэтому мы придумали свою схему. Эта схема не просто сервис доставки продуктов, это схема самоорганизации общества даже. Сейчас поясним. Во-первых, мы обратились в сеть магазинов продовольственных, которые принадлежат иностранному владельцу и не поддерживают режим прямо. Конечно же, они платят налоги, этого не избежать, но все-таки. Затем мы придумали не нанимать курьеров, не брать их в найм, не работать с ними по договору подряда, а пользоваться такой опцией, которая есть в нашем налоговом законодательстве, она называется самозанятые курьеры. Эти курьеры платят всего лишь 14 рублей в квартал за свою работу в качестве налогов. Понимаете, да? Существенно снижается налоговая база. И благодаря этим курьерам мы можем доставлять продукты любым заказчикам абсолютно вне зависимости, конечно, от их политических убеждений, потому что нам важно поддерживать не только своих адекватных людей, но еще и тех, кого мы так называем скептические батьки, потому что когда они выбирают наш сервис в противовес тому монополисту, то они деньги выводят, получается, из оборотов этого сервиса. Поэтому мы рады любым заказчикам. Спасибо большое, ребят. В целом, понятна логика проекта. Вы молодцы, вы уже рассказывали это во время открытия. Расскажите, какие ваши планы на реализацию? Что мы увидим в финале? Да, очень хотим мы в рамках Акатона пилотный проект наш обкатать и получать с него заказы. Нам очень помогает общение с менторами. Вот сегодня мы общались с Максимом Багрицовым, который просто полчаса заряжал нас такими безумными идеями и максимально практичными, до которых мы сами не додумались. Он помог нам расширить наш взгляд на весь сервис, подсказав очень много всего. И, конечно, тот драйв, который мы получаем здесь на Акатоне, да, вставая каждое утро, чекая, какие сегодня будут задания до полночи, стремясь успеть выполнить все в дедлайн. Это очень заряжает. Сегодня мы, правда, хотели слиться, но пообщались с нашим модератором. Она нас поддержала. И вот. Нельзя, нельзя. Мы должны быть все вместе сейчас. Это очень важное время. И идти вперед, только вперед. Вы же знаете, у белорусов нет слова назад, только на перед. Ред, расскажите конкретно, какой прототип, что вы будете показывать в финале, для того, чтобы наше сообщество зарядить на финал и заинтриговать. То есть, какой прототип, что он будет делать? Наш прототип будет представлять из себя веб-версию сервиса, куда будут выгрожены из магазина абсолютно все продукты в каталог. И это уже будет налаженная схема, где можно будет, собственно, сделать заказ, выбрать продукты, оплатить, получить. Курьер будет получать этот заказ, подтверждать его, ножками идти в магазин и доставлять потом заказчику. То есть, в принципе, наш прототип – это готовая работающая система. Хорошо, ребята. Спасибо вам огромное. Спасибо. Скажите, может быть, вам… Сделайте нам удачи. Да, вот, может быть, у вас есть какая-то потребность, хотела сказать. Я есть потребность пожелать вам удачи. Только вперед у вас действительно очень интересная и важная для сегодняшнего дня идея, решение. Очень многие об этом задумываются, очень многим это мешает. Поэтому только вперед, не сдавайтесь. Спасибо. И сейчас перейдем к блоку образования, очень востребованная сейчас тема на данный момент. И я бы хотела пригласить команду Асвета. Они расскажут, что делают они и какие их планы. Всем здравствуйте. Ну, я, наверное, для вновь подключившихся и тех, кто не был вчера на открытии, расскажу вкратце о том, что у нас за проект, какие у нас планы, какие у нас цели, задачи. И потом расскажу, какие у нас уже достижения на сегодня и планы на более долгосрочную перспективу. Меня сама зовут Елена. Я автор этого проекта, автор идеи. И на Хакатон я пришла совсем одна. И благодаря Хакатону я собрала команду с нуля. У меня прекрасные разработчики. Я, правда, пока не знаю, но я в это верю упорото. Команда наша Асвета называется. И у нас такой внутренний слоган. Знания делают нас свободными. Потому что мы хотим, чтобы люди были умнее, эрудированнее, чтобы те знания, которые наши новые поколения получают в школе, чтобы они были более устойчивыми, более уверенными, чтобы это не было для оценки или для того, чтобы сдать экзамен и забыть, а чтобы это действительно укрепляло их ментальность, эрудицию общую, чтобы давало новые возможности и новые горизонты открывало. С чего все началось? С проблем, которые уже давно витают в воздухе и в белорусском обществе и беспокоят наверняка едва ли не каждую семью. Это проблема низкого качества нашего образования и низкая оплата труда учителей. Если первая более широкая, мы можем решить ее только долгосрочно, то со второй частью проблемы мы можем попробовать справиться уже сейчас. На представленном слайде у нас есть рейтинги, и это очень обидно, что мы на 19-м месте по грамотности, либо на 30-м по качеству образования, потому что наверняка мы не глупее, не хуже и настолько же на многое способны, как и наши соседи. Возможно, просто нет инфраструктуры, нет хорошей системы образования. Мы хотим укрепить то, что есть сейчас. Сейчас мы хотим сделать площадку для мэтчинга учителей и учеников, чтобы на ней могли проходить в онлайн уроки школьной программы. То есть ученики будут добавляться в классы. То, что они, например, вчера либо с утра в первую смену прошли на уроке, но что-то не поняли, что-то постеснялись спросить, не успели за 45 минут урока разобрать. Они смогут в онлайн вместе с другим учителем и с другими одноклассниками повторить и проработать еще раз. Технически, как это будет выглядеть? На площадку приходят два типа пользователей. Учителя регистрируются с предложением провести предмет свой. Например, учитель математики предлагает уроки для учеников 5, 6, 7 класс во второй половине дня. Он фиксирует это в своей заявке при подаче своего предложения. И заходит ученик, либо его представитель, родитель, и выбирает в форме подбора, фильтр такой у нас будет на главной странице, в форме подбора он выбирает, какой он хочет учить предмет, когда он может заниматься, и в каком он сейчас классе, либо какой там уровень знаний его интересует. Соответственно, по фильтру ему будет предложен максимально совпадающий с запросом вариант. И таким образом у нас будут сформированы классы, и дальше они уже направляются на стороннюю площадку для обучения. Что касается возможностей для учителей, которые мы предлагаем, учитель сможет зарабатывать, проводя уроки в мини-классах. Мы посчитали, сколько нужно, какая будет нагрузка для учителя, чтобы заработать 1200 рублей на площадке. Это будет 40 учеников, то есть нам нужно набрать для него 40 учеников. Для каждого стоимость абонемента 30 рублей. Ну вот что-то мне, моя команда подсказывает, что надо поднять ценность, поэтому, возможно, это будут еще больше возможностей для учителя. Если брать мини-группу по 5 человек, то это 8 групп. Итого 16 часов нагрузки в неделю. Для любого учителя это посильная нагрузка, и мне кажется, это даже меньше, чем то, что он делает на основном месте работы по нагрузке. Поэтому работая меньше, можно заработать больше благодаря освете. Тут выгоду и полезность, я думаю, не стоит подробнее освещать. Вот это наша прекрасная команда. Да, Елена, расскажите, что конкретно вы покажете на финале, заинтригуете нас. К финалу мы готовим работающий сайт, на котором мы уже разместим несколько предложений с учителями, с которыми мы уже договорились о том, что у них есть форточка, и они готовы провести уроки. То есть мы размещаем предложения от этих учителей, будет карточка предложений, и будет работающий фильтр для того, чтобы подобрать. Так как у нас каталог предложений еще небольшой, то фильтр будет работать как на принятие заявки, на принятие запроса. То есть добавляется пользователь, выбирает предметы и уровень, и оказывается, что в нашем каталоге пока что его нет. Мы берем у него контакты, например, имейл, и сообщим о том, что у нас добавился нужный вам учитель, нужного вам уровня, сообщим ему по почте. Как только у нас появится еще одно совпадающее с его интересами предложение от учителя. Вот такой будет итог нашей работы. Ну и, соответственно, мы планируем инструкции отправлять одной другой стороне, потому что наши пользователи неискушенные и могут не быть знакомы с сервисами для проведения онлайн-уроков. Вот. Ну, будем связаны. Спасибо, Елена. Я знаю, что у вас есть еще сообщения для нашего сообщества. Пожалуйста, эфир ваш. Друзья, как вы можете помочь Освете, если вам понравился наш проект? Ну, если есть где, ставьте лайки, шейры и репосты. И вы можете прямо сейчас добавиться в наш телеграм-канал освета.org. Там мы будем постить обновления по проекту, то, что мы еще сделали, свои успехи будем постить, новые уроки, которые добавились, будем постить. И когда вы увидите, что вот этот урок, вот это предложение вам подходит, вы просто переходите на сайт и выбираете «Добавиться в класс». Вот там будут все анонсовы. Спасибо большое. Освета.org. Спасибо вам за эфир. И у нас есть еще одна команда из по тематике туризма. Команда «Я ведаю». Ребята. Здравствуйте. Привет. Здесь команда «Я ведаю». Здесь на самом деле есть не только я, Эльдар. Я ведусь, и другие ребята подключились к нашей командой. Давайте мы в двух словах расскажем, о чем наше приложение. Попробуем переиспользовать еще, наверное, энный раз нашу презентацию. Но в целом фокус на меня, дорогие друзья и подписчики. Всегда мечтал сказать эту фразу. Поехали. Смотрите. По факту наш продукт «Я ведаю» решает нашу собственную проблему. У нас была потребность найти легкий и быстрый способ узнать, а в честь кого названа улица, на которой мы прожили 10 лет, в честь кого назван нас родной город. В процессе обсуждения мы пришли к тому, что это круто сработает с остановками. Ты стоишь, ждешь троллейбуса, и можешь занять свои несколько минут изучением информации, например, о столетах, если ты стоишь, на остановке столи этого. Как мы собираемся это сделать? Конечно, мы должны чем-то отличаться от Google. И в целом мы считаем, что Google и Wikipedia в данном случае совершенно нам не конкуренты, потому что знания, они есть, они лежат в одном месте, собраны. Но чтобы их найти, сейчас нужно печатать, сейчас нужно выбирать из предложенных вариантов и не всегда попасть на нужный, потому что у нас есть улицы, которые названы фамилией одного человека, но на самом деле в Google будет попадать страница на первом месте совершенно о другом человеке. И не всегда ты получаешь красивый, лаконичный ответ. Гораздо приятнее найти быстрый способ к информации, которую человек захочет читать, которая будет в несколько строчек давать тебе исчерпывающий ответ. Как мы собираемся это сделать? Сначала мы создадим архив знаний. Это все улицы, все остановки. Мы планируем выйти на другие объекты нашей страны. Например, какие-то здания, в которых, вот в моем родном городе Витебске, есть у нас на улице здание, в котором в Великой Отечественной войне находился госпиталь военный подпольный. Это тоже будет полезно и нужно знать пользователям. Мы соберем архив знаний о всех объектах и предоставим пользователю три способа, как работать с этими знаниями. Первый способ, и он самый удобный, мы считаем, это QR-коды. Пользователю даже не нужно будет скачивать наше приложение. Вы просто наведете камеру на QR-код, на табличке с улицы, например, и вы сразу же получите ответ. Здесь есть момент, что нужен административный ресурс. И без согласия административного ресурса эти QR-коды ЖКХ-шники просто будут снимать. Мы это все понимаем. И поэтому мы создаем второй способ использования нашего приложения и способ, как дотянуться до знаний, который интересует пользователя. Это автоматический сканер текста. Тут уже придется скачать наше приложение, и вы просто наведете на табличку с улицей, текст автоматически отсканируется, и вы получите тот же красивый ответ, как и в первом случае. И, наконец, третий вариант – это вариант для людей, которые хотят побыть дома или хотят изучить информацию в масштабе. Это будет сайт-карта, где человек сможет изучить свой город, бегая по карте, либо же с поисковой строкой сразу посмотреть заинтересовавшуюся его улицу или другой объект. В целом, в целом, в целом все о нашем проекте. Сегодня мы, подтверждение слов, наверное, необходимости создания такого продукта, сегодня мы наткнулись на отличный сайт, где в целом неплохо описаны улицы, но, например, из 1300 улиц в Нинске, немножко больше, но я примерно сказал, есть описание только по 300 улиц. Как мы собираемся решать проблему недостатка информации? Понятное дело, что в нашей голове нет информации о всех улицах. Конечно, мы еще молодые, у нас времени много есть, чтобы начитаться всего, но, тем не менее, лучше бы ее где-то брать. Не забывая о том, что мы должны сами проверять эту информацию на ее лаконичность, это основной посыл. Мы планируем подключить краудсорсинг. Например, я думаю, многие знают такой сервис, как Яндекс.Толака, где пользователю предлагаются даже пустяковые задания за какую-то сумму. Например, вы, наверное, видели, что в Яндекс.Картах на многих магазинах уже можно посмотреть время работы. Вот это время работы, оно заполняется в том числе с помощью таких заданий. Магазин публикует задание, сфотографируйте, пожалуйста, время работы нашего магазина, публикуйте в Яндекс.Карте. Также мы планируем делать и с нашим приложением. Например, мы будем выставлять задания, сделайте пять улиц, получите там столько-то денег. Таким образом, мы сможем покрыть нашу систему действительно качественной информацией и пользователю будет достаточно легко и приятно пользоваться приложением. Спасибо. А чем вы удивите зрителей финала? Что вы покажете на финале? На финале, в принципе, мы покажем весь основной функционал нашего приложения, а именно это сканер, автоматический сканер текста. На данный момент это будет, наверное, одна из самых востребованных частей приложения, потому что QR-коды по щелчку, к сожалению, не везде появятся. Мы покажем принцип работы с QR-кодом, то есть будет несколько QR-кодов, мы покажем механизм, как это будет работать, и мы представим пользователю сайт для масштабного изучения города, своего или другого города, Беларуси. Спасибо большое. Спасибо, команда. Я напоминаю для наших зрителей, что сейчас проходит Хакатон Беларусь Digital Future 12 февраля. Мы встретимся с вами и приглашаем вас уже на финал этого Хакатона. В 19.00 мы выйдем онлайн на Facebook и Maguru, на YouTube-канале. Вы сможете увидеть финальные команды, те команды, которые дошли до финала и готовы будут нам показать прототипы новых цифровых продуктов для Новой Беларуси. Напоминаем, что каждый вечер в 18.00 на этой неделе мы будем выходить в эфир для того, чтобы познакомить вас с самыми интересными командами и с тем, как проходит Хакатон. Большое спасибо всем за эфир, большое спасибо, что были с нами и Жыве Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова